всем привет ребят много было от вас запросов в комментариях на разбор бумаг отобрал самые популярные давайте начнем значит предлагаю начать с ли авто значит такая достаточно интересная здесь ситуация у нас на глобальном графике либо волна 3 идет раз два три с целью в районе там на 80 либо у нас продолжается волна 2 так как вот это все снижение она в принципе то вписывается в импульс то есть возможно у нас только идет а сейчас бы еще будет куда-то вниз вот значит что будет подтверждением этого сценария пока что вот этот весь рост в рамках волны 3 старший пока что он покажешь похож на зигзаг только то есть а b c с пропорциями один к одному и это не очень хорошо нам говорит о том что скорее всего это все таки зигзаг и далее мы увидим продолжение снижения в рамках волны c по плану в котором волна c еще не закончена так что же будет точка отмены здесь точкой отмены у нас вообще должно быть эта линия будет являться точкой отмены потому что мы находимся предположительно в сценарии за верх мы находимся в волне 3 а волне 3 не должно быть пересечения волны 4 и волны 2 соответственно вот эта линия пробоя этой линии будет точкой отмены сценария за верх сейчас я нарисую стрелочку что понятно было если мы пробиваем эту линию то у нас есть очень велик шанс что цена уйдет ниже и мы обновим минимуму 20 21 года где-то в район аж 15 15 16 вот если же все таки у нас пробоя этой линии вниз не будет то есть сейчас ключевой момент пробоя линии не будет и у нас будет движение наверх отбой от теста траста значит отбой от следующего траста и пробой наверх то есть мы контролируем здесь реакцию продавца на тесте об траста вот этого более локально потому что глобально уже оттестированы раз два три раза он уже ослаблены вот такой план то есть в данный момент 50 на 50 то есть буквально куда сейчас цена здесь пойдет и уже если мы подойдем к этому отрасту уже можно будет от него пытаться работать подойдем мы сюда в зону покупок ниже с пробитием линии то уже можно работать в шорт вниз то есть в подтверждение сценария будет вот определить последнего текущее движение на этой неделе кстати сегодня по моему еще отчет по нему возможно кстати это и будет определяющим фактором так переходим дальше сова касала science это биотехи как обычно с биотехами все тяжело все плохо анализировать я бы лучше здесь отталкивался от вас а значит у нас был у нас есть об траст и есть последний пробой то есть вот он последний пробой вверх и мы должны прийти к его тесту мог его тест пришли что же мы видим на этом тесте на этом тесте мы видим слабую возобновляемость очень слабую коррекционное движение и если уж мы говорим про волны то здесь очень похоже на то что формируется конечно диагональный треугольник потому что снижение идет тройками и в текущей ситуации рост очень слабенький то есть это 1 2 3 4 и мы еще увидим одно снижение 5 это будет либо тест спринга старого большого на 13 22 и отсюда цена пойдет вверх опять же ближайшей целью по росту будет район 32 40 не более либо будет сильный пробой вот здесь вот то есть не будет манипуляции будет обычно сильный пробой в район вот сюда в район от 4 до 8 большая зона покупок потом будет его тест потом цена пойдет наверх то есть какой-то такой сценарий если мы вообще рассматриваем сценарий что цена пойдет наверх вот но пока в текущей ситуации я бы ждал продолжение снижениями и принципе никаким ростом пока и не пахнет так дальше у нас ну банк так ну банк у нас сделал и пиво самый подходящий момент начале 22 года значит и сложился он с 12 до моменте до 3 так значит все снижение здесь идет тройками а b c вверх опять а b c вниз а b c еще один x и сейчас мы опять последнюю а b c делал так в текущий момент цена находится в волне б зоне продаж и покупки вот отсюда с низов достаточно слабый здесь есть такой spring небольшой тестированный уже то есть очень слабо возобновляемость покупатель мы видим соответственно в текущей ситуации возможно будет еще один задер к линии последнего пробоя и отсюда будет движение вниз на обновление минимумов так как цена совсем в полу находится я бы ожидал скорее здесь не куда сильный пробой там куда-то там ближе к нулю нет я бы ждал здесь просто манипуляцию то есть простую небольшую манипуляцию с обновлением локальных минимумов и уже тогда разворот опять же ближайшей цели у нас будет в текущей ситуации ближайшей цели будет опять диапазон 5 6 то есть уровне последнего пробоя но увеличенном объеме вот это будет у нас как раз целью зона продаж так выл выл кто следил в телеграм-канале видел давно еще и выкладывал план в л и не обновлял его это было еще где-то наверное феврале где-то до этого феврале январе феврале где-то до что волна 2 я считал что не закончена что вот это хороший импульс вниз это только а незаконченного на 2 как показала время так она скорее всего и будет у нас есть б и уже достаточно глубоко мы скорректировали эту б и очень высока вероятность что это будет у нас c и ближайшей целью у нас будет 078 по фибу это в район это в район 10 это будет как раз я думаю опять же манипуляции с обновлением минимума волны а только немножко клюнут вниз прокол сделают и цена развернется наверх и в подтверждение у нас волна c формируется формате предположительно конечного диагонального треугольника такого раз два три сейчас идет волна 4 и будет чего на 5 в каком-то вот таком формате мы это увидим то есть волна 4 у нас зайдет в диапазон волны 2 но уже в принципе почти зашла да то есть возможно будет еще какой-то небольшой задерку вверх даже до сюда какой-то задерок там может на доллар на полтора и продолжить снижение вниз и здесь уже будет достаточно хорошая точка для входа если мы хотим полонговать с целью волны 3 в диапазон посмотрим как у нас там цель была в диапазон где-то в районе 40 вот хорошая точка входа будет так продолжаем группа позитив вот достаточно интересненько значит у нас есть оптраст который мы сейчас тестируем и у нас есть импульс вверх 1 и откат 2 формате зигзага а b c цена у нас скорректировалась чуть больше чем 05 по фибоначчи вот но падать еще есть куда в принципе тут какой вариант расторговать значит если мы увидим пробойчик пробой единички и потом можно будет с теста купить то есть теста этого пробоя если мы увидим пробой закрепление выше волны 1 купить с теста пробоя с целью в районе двух тысяч да даже поболее две двести две четыреста так есть второй вариант что волна 2 не закончилась как бы мне кажется он тоже вполне реальный что волна 2 не завершилась и сейчас у нас будет хорошая реакция с теста продаж хорошая реакция и цена скатится вот так к тесту последнего пробоя вверх скорректируется и мы дойдем до 06 по фиба и это будет на самом деле на намного лучше эта точка входа намного с большим риском к профиту то есть где-то вот здесь вот мы купим в районе 750 800 вот и тогда мы сможем забрать всю целиком волну 3 это будет очень хорошая сделка думаю даже если мы поставим стоп под минимум опорного бара мы с вами сможем забрать 16 почти отличная сделка это даже с консервативным стопам достаточно широким так дальше у нас осталось модерна модерна значит в модерне предполагаю что завершилась волна 2 глобальная и началась волна 3 так значит волна 3 у нас значит в волне 3 у нас был уже заходной импульс 1 откат 2 формате зигзага и сейчас у нас на младшей фрактальности началась волна 3 так волна 3 значит волна 3 у нас опять же прошел заходной импульс и откат откат у нас идет формате скорее всего двойном зигзага а b c x и еще мы увидим одну волну а b c это а б и вниз еще снижение c то есть где-то либо будет вниз опорного бара движения либо будет вообще манипуляция этого порного бара с движением к тесту спринга и отсюда цена у нас уже двинет наверх протестирует up trust второй раз так как это будет второй раз он будет ослабленный и дальше цена пойдет вверх скорее всего то есть у меня план по модерне вот такой так что еще просили значит еще было алибаба но там достаточно интересная ситуация я запишу шо там коротенькое видео по алибабе так в принципе все всем спасибо подписывайтесь на канал до встречи пишите в комментариях какие бумаги хотели бы еще разобрать возможно это недели сделаю еще видео по остальным бумагам которые были в комментариях наиболее популярным отберу и тогда запишу видео всем спасибо пока